Так, тема у нас очередная – идеология. Вот мы с вами уже начали обсуждать вопрос о том, что такое идея. Идея – это такая мысль, которая направлена к осуществлению какой-либо цели. И эта мысль содержит в себе в прессованном таком виде саму идею, саму эту цель и путь к этой цели. Правильно? Если никакой дороги в этой мысли к этой цели нет, то этой идеей считать нельзя. Поэтому, честно говоря, это вот большая проблема – найти идею, выработать идею. Это не то же самое, что рассуждать о чём-то, описывать что-нибудь. Описаний очень много, всяких мыслей, может быть, очень много. А идей, на самом деле, мало. А ещё тут надо думать, какие идеи прогрессивные, какие реакционные, какие идеи ведут вперёд к историческому развитию, а какие идут назад. Значит, сами идеи, конечно, это продукт духовного развития общества. Правильно? То есть идеи, они рождаются в сфере идей, то есть в сфере мыслей. И поэтому, прежде всего, люди, которые занимаются наукой, являются творцами идей. Творцами идей могут быть и великие религционеры, великие практики, изобретатели. Так что у них вот есть какая-то идея, и реализация этой идеи позволяет продвинуть человечество вперёд. Вот, скажем, я не знаю, знаете ли вы у нас, где старое здание НИХИ, научно-исследовательского химического института нашего университета, это вот если войдёте во двор нашего здания, главного, направо, и вот последнее так, направо-направо помещение, там висит доска о том, что отсюда была отправлена Алексеем Степановичем Поповым первая радиограмма, первая в мире радиограмма. То есть, скажем, для того, чтобы люди могли на расстоянии переговариваться или обмениваться, или передавать им информацию, вот должна была быть выработана идея о том, как это сделать. Как это сделать, а не просто, а хорошо было бы, что если бы мы могли бы на расстоянии что-то друг другу сказать. Вот появилась идея, и идея воплощается. Скажем, существует целое произведение и целая философская концепция величайшего философа мирового, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, которая называется «Науко лойки». Это его основное произведение, но если взять его концепцию в целом и философию в целом, это философия идеалистическая. А что значит идеалистическая? Что вот это вот значение идеи ставится выше, чем значение материи. С точки зрения объективного идеализма, представителем которого является Георг Вильгельм Фридрих Гегель, есть только идея, есть абсолютная идея. И вот эта абсолютная идея, поскольку она внутри себя противоречива, она сама себе противополагается и развивается, и в ходе развития этой идеи она приходит к объективности. А эта объективность ведёт потом к субъективности, а субъективная идея идёт к осознанию этой объективности и к тому, что идея приходит сама к себе. Вот это прихождение идеи самой к себе – это завершение Гегельской системы объективного идеализма. Это идея. Но, как показало дальнейшее развитие и, как показали работы материалистов, что идеи так или иначе отражают материю и выражают материю. В них выражается движение материи. А если говорить об идеях, которые относятся к социально-экономическим вопросам, то эти идеи являются выражением объективных экономических интересов. Мы с вами уже неоднократно об экономических интересах говорили. Я снова повторю определение того, что есть экономические интересы. Экономические интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которые показывают, что им, этим людям, объективно выгодно и в какой мере. Что ухудшает их положение или что улучшает их положение и в какой степени. То есть для того, чтобы выяснить, в чём состоят экономические интересы какого-либо субъекта, что нужно изучать – сознание этого субъекта или положение объективное этого субъекта. Чтобы выяснить, что ему выгодно. Сознание. Так вот, так думают идеалисты, что в сознании. А экономические интересы – это характеристика положения людей в системе производственных отношений. Можно использовать, но это не определение экономических интересов. Есть экономические интересы, а есть интересы другой науки. Другая категория, которая тоже имеет смысл и другой смысл. Есть интересы психологические. Вот психологические интересы есть в категории сознания. Вот я сейчас с вами заинтересовался. Это что значит? Это концентрация моего внимания на вас. Интересы – это концентрированная направленность внимания на какой-либо предмет. Если я, так сказать, с вас перевёл взор на девушку, которая сидит на последней парте, то вот теперь вы предмет моего интереса. Это что значит? Я концентрирую внимание на вас. Больше ничего тут не сказано. То есть субъективные интересы или интересы как категория психологии – это одно, а экономические интересы как категория политической экономии – это совсем другое. Одна категория характеризует вашу голову, сознание, то есть что я думаю о том, что мне выгодно, или на чём я концентрирую своё внимание, что привлекло моё внимание. А другое дело, что мне объективно выгодно, независимо от того, что я об этом думаю. Скажем, что выгодно продавцу – это не требует обсуждения с продавцом. Продавцу выгодно подать подороже и реализовать как можно больше товаров. А что выгодно покупателю? Покупателю выгодно купить подешевле и по лучшему качеству, правда? Или, скажем, как может поменяться система экономических интересов у человека, стоящего в очереди. Если он стоит в очереди последней, вот ему выгодно, чтобы давали, вот если это дефицитный какой-то товар или продукт, чтобы его давали какую-то норму, а не давали больше. Почему? Потому что он стоит там 25-й или 50-й, и ему как раз и не хватит. Или не затягивали бы время, потому что если люди будут разговаривать, там люди, которые стоят уже первыми или вторыми, они разговаривают с продавцами, там продолжают обсуждать что-нибудь. А тот человек, который стоит 25-м, он объективно может не попасть в то время, когда работает это учреждение или этот магазин, оно закроется, и он останется за воротами. И завтра надо будет снова, или не завтра, а в другой день приходить. И вот этот же человек, продвигаясь по очереди, наконец стал первым. И он такой добрый, он никуда не спешит. Почему он не спешит? Он попал, он успел. Он успел, потому что его положение изменилось. Отсюда и такой материалитический взгляд на то, как вообще осуществлять какой-нибудь контроль. Контроль должны осуществлять за реализацией какой-нибудь меры. те люди, которым безразлична эта мера, будет так осуществлена или эдак, или те люди, которые в ней заинтересованы. Вот контроль за прохождением очереди на жилую площадь должны осуществлять те люди, у которых есть хорошая жилая площадь, или те люди, которые должны получить площадь. Кто должен контролировать? За распределением хлеба среди голодающих должны сытые контролировать или голодные? Сытые. Сытые? Да им плевать, какая у вас очередь. Я сытый все равно. Голодные себе заберу. А? Голодные, первую очередь, себе заберу. Нет, это противоречит вообще истории. Вы каких-то голодных не людей берете, а зверей. У нас же вот мы живем в Ленинграде, где была блокада. Где как раз контролировали люди так. И кто мог взять что-нибудь от детей? Вы что? Голодные, чтобы они взяли? У нас в Ленинграде хорошо снабжались солдаты. Потому что если солдаты бы не доедали, то вместо блокады у нас было просто уничтожение населения. Если бы геноцид был бы в Ленинграде. А дальше шло распределение по карточкам, когда люди, которые работали в материальном производстве, которые объективно имели затраты, которые работали во время блокады, они получали больше на карточку. Дальше шли дети, ждевенцы и так далее. Представители умственного труда. И строжайший был за этим самым контроль. Со стороны кого? Не со стороны тех, которые очень сильно ели, а со стороны тех, которые точно так же, как и другие члены общества, не доедали. И поэтому очень строго следили за распределением. Если бы мы не распределили имеющееся продовольствие, то люди бы поумирали от голода, а другие от обжорства на фоне этого голода, что и бывает. Или, может быть, вы этого не знаете, точно, наверное, не знаете, в свое время наши три моряка военных. Вот корабли, баржаны, которые они находились, внесло в открытое море. Сержант Дивяншин и еще двое. И вот они оказались в этом море, и никакой у них, да, никакой в открытом океане, и никаких запасов у них не было, поэтому они быстро эту пищу свою доели, потом они стали варить сапоги, ну и так далее. И так получилось, что их встретило американское судно, авианосец их, взяли их на борт, ну и весь мир узнал, что вот сколько людей находились без еды, и такого, как иногда бывает в других обществах, в другие времена, когда люди голодные съедают друг друга. Не только здесь не было, но люди, так сказать, вот вели себя именно как люди. Это наша история, это история нашей страны, поэтому надо даже при выработке предположений и суждений тоже из этого исходить, что это не то, что вот вам первая попавшаяся мысль, которая приходит в голову, это то же самое, что первая попавшаяся, что на дороге. На дороге может валяться палка, бревно, камень, грязь. Как же факты того, что крестьяне ели своих детей в голову в 20-е годы? Что, что? Есть же факты того, что крестьяне ели своих умерших детей в 20-е годы на юге, но когда в голову будут? Потому что фотографии есть. Фамилия автора, который об этом написал. Это фотографии, если мы уже не искали. Да фотографии, это ну вы, как будто сейчас вы не знаете, в каком обществе живете. Какие фотографии? Что делать с вашей фотографией? Давайте я вашу фотографию, я вашу фотографию преобразую так, что вы будете совсем другой, худой, умирающий и так далее, бедный. И лепят все, что угодно. Это раз. И нельзя судить, так сказать, о народе. И о народе есть такое понятие выродки. А вы, значит, когда мы ставим этот вопрос, вы, значит, судите о народе по тем людям, которые стоят вне человеческого общества и являются его отрицанием. Вот мне о вас как судить? По вашим положительным качествам в целом или по вашим неправильным высказываниям? Как мне надо поступать? Я думаю, надо что-то в целом брать вопрос. Вот, например, вы различаете такие два понятия голод и голодомор? Ну да. А в чем разница? У голодомора специальный, специальный дюжбный голод. Вот. Так вот смотрите, значит, вот то, что у нас был голод в стране, это факт. У нас регулярно было, в России долго и регулярно наблюдался голод еще в царские времена. И пока еще коллективизация, так сказать, не было, еще не набрало силу коллективное хозяйство. Те периоды, которые связаны с погодными условиями, а у нас какое земледелие в России? У нас удачное, так сказать, расположение с точки зрения для ведения земли или рискованное? Рискованное. Это значит, что в отдельные годы может быть голод. И вот когда изменилась ситуация у нас в стране, в этом отношении, и мы перестали в такой степени зависеть от природы. Тогда, когда появилось механизированное сельское хозяйство. А когда появилось механизированное сельское хозяйство в России, в СССР, после коллективизации, одновременно с коллективизацией, одновременно вот шла коллективизация и одновременно работала программа создания тракторного парка и создания машинно-тракторных станций, которые представляли собой государственные предприятия в сельской местности. И вот когда этот самый машино-тракторный парк и научное земледелие в том плане, что появились агрономы, зоотехники, которые разбирались в том, чтобы не было болезней растений в таких объемах и не было бы болезней животных, сельскохозяйственных. Вот с этого момента голод прекратился. А до этого времени, пока не наступило такое время с точки зрения развития производительных сил, наше земледелие было рискованным. И если оно было рискованным, значит, мог быть голод. Так голод это или голодомор. А голодомор, вот вы совершенно правильно сказали. Люди, которые говорят об одном и том же факте, они говорят, а вот был голодомор на Украине. А кто морил? Ну, морил, значит, кто-то морил людей специально голодом. Правильно? Кто морил? Фамилия? Нет, ну здесь же голод в 21-23 годах, там Белогопыток писал. Ну, мы же с вами рассмотрели, что вот не 21-23, а ведь коллективизация закончилась в 30-х, а на ноги встали колхозы в каком времени? В каком угол? В середине 30-х годов. После середины 30-х годов был голод? Нет. Значит, а голодомор? Кто морил-то голодом? Ну, кто фамилия? Кто морил? Ну, назовите, кто инициатор этого дела? Если он был голодомор, так значит, надо есть такие люди, которые его организовывали. Вот всякого рода грязные люди называют голод, как такое общественное и стихийное бедствие, которое связано с низким уровнем земледелия и низким уровнем агрокультуры, которое было преодолено, они называют это голодомором систематически. Это вот грязные приемы в политической пропагании. Про голод на Украине говорят, что это голодомор. Хотя в это же время был голод и в Поволжье. Разве там не было в Поволжье? Разве только на Украине был голод? И что, русские, что ли, заморили украинцев? Ну, как нет? Как не, наверное. Вот в этом и, собственно, и суть дела. То есть нынешняя власть продвигает идею о том, что русские морили украинцев. Так не то, что народы подвергались таким стихийным бедствиям, как голод, и подвергались до тех пор, пока не наступил, пока не был построен в Советском Союзе социализм. Был когда-нибудь после того, когда уже был построен социализм, и рабочий класс контролировал ситуацию, был голод когда-нибудь? Когда власть рабочего класса утвердилась, и это уже не переходный период был, а переходный период – это что такое? Как вы понимаете, переходный период – это капитализма к коммунизму? В это время что? Какой общественный экономический строй? Переходный. То есть есть… То есть сколько укладов было? Три. Еще? Нет. Пять укладов было. Во-первых, патриархальный. Были люди, которые вообще не производили никакого товарного хлеба или товарного производства, а производили только для… Вот то, что для себя они там смогут создать, чтобы их смогут. Кто их мог заморить? Но если у них не выросло, то они начали голодать. Значит, дальше идет мелкотоварный. Чему он подвергается? И стихии рынка. Цены. Есть перекупщики, которые приезжают, закупают задешево. И у людей не хватает денег для того, чтобы себе что-то прикупить дополнительного продовольствия. Так. Мелкотоварность. Мелкотоварность у нас стала преодолеваться когда? В середине. Вот когда, в начале 30-х годов. До этого. А до этого только пока еще формировались эти коллективные хозяйства и советские хозяйства. Дальше. Следующий уклад. Это капитализм. Капиталистический уклад. Кулачество его представляло в деревне. Так. Значит, кулачество заботилось прямо о питании населения? Нет. Кулачество нанимало, можно сказать, бадрахов и эксплуатировало их. Значит, ликвидация кулачества как класса произошла одновременно с созданием колхоза. То есть они не могли никого эксплуатировать, поскольку потенциальные работники собрались в колхозы. Дальше. Госкапитализм. Госкапитализм – это предприятие государственное, но без преимуществ социализма. Почему? Нет еще никакой плодомерности, стихия. Это вот как сейчас. Вы себе представляете государственный сектор в России? 70% государственное производство у нас. 70% ВВП государственное предприятие выпускает. А там полная стихия. Полная стихия рынка. Ни поставки, ни выполнения, ни обеспечения и так далее. Каждый должен сам спасаться. Хочешь за границей, хочешь договариваться с какими-то отечественными фирмами. Банки не дают никаких кредитов. Сумасшедшие ставки. Сколько в Соединенных Штатах ставка? 7. А? 7. 7. Или 3. А? Я не помню, я считал, а всех не делаю. Ну, не, не, не. Полтора. Полтора процента. Полтора процента. А у нас ставка, у нас ключевая ставка 7 с кусочком. Плюс еще 7 добавляют коммерческие банки. А коммерческие банки никакой роли вообще не выполняют, кроме какой. Они берут из центра банка деньги, спекулянты. И добавляют 7 процентов и говорят вам 14. Есть такие предприятия, которые имеют норму прибыли, 14 процентов. Вы знаете такие? Кроме игровых. Ну, так в том пределах. Поэтому у нас банки, как банки, отсутствуют. Вернее, заперта банковская система. Если в Соединенных Штатах мы можем сколько угодно их критиковать или, скажем, иметь с ними плохие отношения, но мы должны видеть, что положительное есть в их экономике. И что есть отрицательное у нас, что у нас самый страшный враг в нашей экономике не Соединенные Штаты Америки, а Центробанк. И, соответственно, какие установления, которые позволяют Центробанку не подчиняться правительству России. Пока еще такая вот картина, что он правительству России не подчиняется. А вот и Американской резервной системе он подчиняется. Американцы правильно себя ведут по отношению к нам? Ну, если мы им конкуренты, так надо конкурентов что делать? Если вы мне конкуренты, что я должен с вами сделать? Задушить я должен, по возможности. Ну, если вы, в самом деле, конкуренты, вы меня должны задушить. А иначе это не конкуренция, правильно? Это же не социалистическое соревнование. Я вам помог сделать, а вы мне помогли сделать, и мы соревнуемся к лучшему. Ревность тут есть, ревностно относиться к делу. Но ревность может выражаться в том, что вот я стараюсь лучше сделать и больше сделать. Это естественное стремление к человеку. Он смотрит, как другие делают, старается делать еще лучше. А если это соревнование является капиталистическим, оно называется конкуренцией. Оно направлено на удушение своего конкурента. Вот такая картина. Ну вот мы как раз затронули, так сказать, некоторые идеи, которые у нас ходят вот такого рода. Ну точно так же, как вы могли бы сказать, давайте затронем тему репрессий, которые были у нас в советское время. Вот не так давно отмечалось 100 лет ВЧК, образование ВЧК. И в российской газете была опубликована статья директора ФСБ товарища Бортникова. Читали? Я думаю, что нет. Ну, так сказать, но это такое очень редкое явление, потому что спецслужбы – это такие службы, которые обычно нигде, ни в каких средствах массовой информации не выступают и никакие свои позиции не излагают. И вот товарищ Бортников на трех полосах этой нашей главной газеты, правительственной газеты, российской газеты, излагает некоторые аспекты нашей истории, в том числе и затрагивает эту тему, очень тоже больную, по которой много разных всяких высказываний было, идей, особенно в связи с писаниями Сложеницына. Я думаю, что вот общее количество твердо установленных по документам репрессированных и наказанных смертной казнью – около 600 тысяч человек. 600 тысяч человек. Дальше говорит, что мы это все, все эти дела проверили и перепроверили. В основном они все репрессированы в соответствии с законами и нарушение составляет сравнительно малый процент. Причем этот вот процент – это были те люди, которые оказались в этих органах, органах РГБ, с которыми мы должны были провести борьбу, и эту борьбу провел Берия. А про Берию мы знаем, что вот первое, что сделал Никита Сергеевич, когда он пришел к власти, и когда он решил начать свою кампанию по борьбе там со Сталином, первое, что сделал, обвинил Берию в том, что он английский шпион, хотя Берия занимался чем? Он занимался военной программой, ядерной и ракетной программой, и, между прочим, строительством Московского университета. Вот, он, оказывается, английский шпион. И вот, и быстренько его устранили. И запугали очень многих представителей и сторонников вот той линии, с которой Хрущев боролся. То есть, это вот обычное дело в области политики. А вот книжки пишут, тоже солженицы, что у нас 60 миллионов было репрессировано. Не 600 тысяч, а 60 миллионов и больше. И 100 миллионов, и нет предела этому. То есть, если вы берете область идей, область идеологии, то мы должны прекрасно понимать, что в ней не так просто установить истину, не так просто разобраться. Но вот одно из условий того, чтобы правильно разбираться, это выработка таких систематических знаний об обществе, которые позволяют отличить, так сказать, правду от лжи, и истину от односторонности. Итак, значит, где это наиболее ярко выражено, что идея – это продукт духовного развития? Вот, прежде всего, в системе идеализма, объективного идеализма Гегеля. И поэтому не случайно это и кладезь идей для последующих поколений. Хотя сейчас более передовой философской концепции философской позиции является позицией концепции материализма. А вот как связана позиция материализма и понимание идей, и важность понимания и роли идей в человеческом обществе, они связаны через такую категорию, которая является категорией экономических интересов. И вот здесь мы с вами наше обсуждение с этого и начали. что есть понимание интересов как в субъективной такой категории. Вот, скажем, был такой Отошик в Чехословакии, директор Института экономики, член ЦК КПЧ, и вот он занимался ревизией коренных положений марксизма, так сказать, или в точном смысле слова является ревизионистом. И его книги некоторые были опубликованы, у нас переведены, опубликованы в СССР. Одна из них называется широко распечатанная «Экономика интереса политика». И вот в этой книге он рассматривает интерес с чисто психологической точки зрения, как концентрированную направленность внимания. Там он говорит, что интерес – это такая концентрированная направленность внимания на удовлетворение объективно обусловленных потребностей человека. Отсюда у него такие формулировки, что вот рабочий класс имел интерес к классовой борьбе, а потом он потерял интерес или утратил интерес к классовой борьбе. А с точки зрения объективного понимания интересов, понимания интересов как характеристики экономического положения, которые показывают, что людям выгодно, что невыгодно и в какой мере, даже другое управление в языке. Надо говорить, человек в этом заинтересован или не заинтересован. И можно даже сформулировать такие положения, которые включают обе категории интересов – и одну, и другую. Что вот, например, любой человек, который даже тот, который пьянствует, заинтересован в том, чтобы пьянство прекратить. Он заинтересован в том, чтобы не интересоваться водкой. Правильно? Человек заинтересован в том, чтобы водкой не интересоваться. В одном случае управление языке заинтересован в, а в случае психологических интересов – интерес к чему-либо, к. Так что это разные категории, надо их различать обязательно. Ну вот поскольку идеи, это же мысль о том, что сделать и как изменить жизнь нашу, поэтому все идеи, такие мысли, которые ведут к изменению нашего положения, они затрагивают положение разных членов общества и, соответственно, положение классов. А раз так, то, значит, все идеи можно расплатифицировать. В зависимости от того, выражают они, какого класса интересы они выражают. Поэтому можно сказать, что есть идеи рабочего класса. То есть те идеи, которые при своей реализации улучшают положение рабочего класса. Есть идеи буржуазные. Это вот не такое деление, когда мы говорим, это плохо или хорошо. Что значит плохо или нехорошо? Что это из того, кто вы? Если я капиталист, так, наверное, и буржуазные идеи улучшают мое положение. Правильно? А если я рабочий, то они ухудшают. А если я рабочий, то идеи, которые улучшают положение рабочего класса, для меня тоже хороши. То есть есть идеи, реализация которых улучшает положение буржуазии. Есть идеи, реализация которых улучшает положение рабочего класса. И есть идеи, реализация которых улучшает положение мелкой буржуазии. А вот поскольку мелкий буржадей находится в противоречивом положении, объективно, кто такой мелкий буржуа? Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Поскольку мелкий буржуа трудящийся, он трудится сам, он не эксплуатирует чужого труда, или даже если он в какой-то степени эксплуатирует, то если он относится к мелким буржуатам, значит, он присваивает чужого труда меньше, чем затрачивает своего. Поэтому он, прежде всего, работник, трудящийся. А раз он работник трудящихся, то мелкому буржуа созвучны интересы пролетарские, интересы пролетариата и, соответственно, идеи, которые улучшают, реализация которых улучшает положение рабочего класса. Это во-первых. Во-вторых, если он мелкий буржуа, то его идеалом является превращение капиталиста в наставку. То есть, если он мелкий хозяйчик, то его мечта и его, так сказать, главная мысль превратится в настоящего хозяина, стать буржуа. Поэтому буржуазные идеи тоже выражают интересы мелких буржуа. И что мы получаем в итоге? Противоречивое положение мелких буржуа делает их носителями и тех, и других идей. И поэтому в голове у мелких буржуа, как правило, некая каша. Из паралитарских идей и буржуазных идей. И никакой последовательности не может быть, если речь идет о мелкобуржуазном миросозерцании или мелкобуржуазном идейном выражении их положения. Поэтому класса три в современном обществе, в буржуазном, а идеологии всего две. Есть система идей, которая выражает интересы рабочего класса. Это пралитарская идеология. А есть система идей, которая выражает интересы буржуазе. Это идеология буржуазная. Вот Ленин в работе «Что делать?» пишет, что есть только две идеологии и третья идеология не выработала человечество. Есть только буржуазная, либо пралитарская идеология. И не может человек оказаться вне сферы идей, он может не разбираться в этом. Если он не разбирает и не выработал себе какое-то последовательное мировоззрение, то он оказывается в положении носителя мелкобуржуазного мировоззрения, когда у него в голове некоторое кашеобразное сочетание самых разных и противоположных идей. Одни идеи прогрессивные, другие реакционные, а у него есть и то, и другое, и пятое, и десятое. И вообще задача выработки последовательного мира созерцания очень сложна. Независимо от того, о каком классе идет в данном случае речь. И, следовательно, мы можем классифицировать все идеи по тому, какому классу выгодна реализация этих идей. То есть, насколько реализация этой идеи выгодна рабочему классу, насколько реализация этой идеи выгодна мелкобуржуазии, и насколько реализация этой идеи выгодна бургазии. И вот отсюда зависит и то, на какие силы общественные можно рассчитывать в политической практике, во всей общественно-политической практике, в зависимости от того, кому и какая идея выгодна. Если вы собираетесь сделать то или иное общественное преобразование, какие силы будут поддерживать. Те будут поддерживать, кому и это выгодно. А если это невыгодно, поддерживать не будут. Вот почему позиции, которые оставили в Брешевике сто лет назад, совершая социалистическую революцию, пользовались поддержкой громадного большинства народа. И я думаю, что вы понимаете, что рабочие в России составляли меньшинство. Да, меньшинство. А поддержку они получили от громадного большинства. Почему? Потому что, скажем, вот главная проблема, которая была у мелкобуржуазии, у крестьянства. Мелкобуржуазии не только крестьянство, мелкобуржуазии – это ремесленники, которые были в городе торговцы всякого рода. А вот какая проблема была главной для крестьян в России сто лет назад? Это была проблема земли. Дело в том, что реформа, которую произвел Александр II в 1861 году, земельная реформа как бы формально сделала всех крепостных свободными крестьянами. Они уже не считались крепостными. Ну и крестьянин думал, что теперь, раз он уже свободный, он заживет. Он будет по-прежнему пользоваться той землей, которой пользовался. Оказалось, что помещик отрезал у него те земли, которые обычно он использовал для того, чтобы кормить свою семью. И это сделали все помещики. И поэтому оказалось, что он не мог обеспечить свое нормальное существование без голода при такой ситуации. Поэтому главная проблема, которая волновала крестьянство, или главная идея, которая волновала крестьянство, это была идея справедливого разделения земли. А у кого была земля? А земля как была у помещиков, так и оставалась. А прошла буржуазная революция уже в феврале 1917 года. И после февральской революции облегчилось положение крестьянства? Нет. После февральской революции крестьянство продолжали гнать на войну. И, как говорится, кого мы имеем в виду, когда мы видим человека с ружьем? Это, как правило, крестьянин, вооруженный винтовкой, Мосина, который пришел с фронта решать свой земельный вопрос. Значит, экспроприация земли у помещиков – это задача какого класса? Это задача какой революции? Если побеждает класс буржуазии, что он должен сделать? Отобрать землю у помещиков. Так? Ликвидировать земельную ренту, которая сдерживает развитие капитализма. Потому что если у вас земля частная, то на этой земле, если вы будете ставить свои фабрики, заводы, а это и делали капиталисты, то вы тем самым должны будете платить абсолютную ренту собственникам земли. И наоборот, отмена абсолютной ренты, то есть когда происходит экспроприация земли, лишение собственности помещиков приводит к более быстрому развитию капитализма. Этого некоторые сейчас не понимают. Они вот уже заехали у нас некоторые товарищи со своими реформами в то, что у нас и там частная собственность на землю, и сям. И это тормозит развитие капитализма, а не просто развитие чего-то другого общества. Так вот, наша российская буржуазия. Свой интерес в ликвидации собственности землевладельцев на землю. Помещики уже были не столько крепостниками, поскольку уже освобождены крестьяне, сколько они были именно помещиками. В том смысле, что они были земельными собственностями, по месту, то есть земля у них была в собственности. И ничего не делало буржуазное правительство для того, чтобы эту землю отдать тем, кто на ней работает. А идея о том, чтобы отдать землю тем, кто на ней работает, и разделить ее по едокам, она постепенно сформулировалась и выкорестовалась очень четко. То есть необходимо разделить землю по едокам. Вот идея, с которой крестьянство подносилось в 1917 году. Это была главная идея, которая овладела умами всех крестьян. Ну и как отнеслось буржуазное правительство временно к этой идее? А так и отнеслось, что оно решило ее не реализовывать. Почему? Вроде бы это в интересах буржуазии. Но в чем состояла трусость этой буржуазии? Что вот сейчас начнем мы у помещиков отбирать землю, а потом у нас точно так же отберут средства производства, как землю отобрали у помещиков. Потому что земля – это главное средство производства в сельском хозяйстве. Ну так вот мы начнем отбирать землю, а завтра у нас будут отбирать землю. И они, убоявшись соответствующего продолжения революции, сделали на самом деле все, что можно было только сделать для революции. То есть они тех возможных сторонников своих классовых, то есть крестьян, которых было миллионы, из сторонников они делали их своими противниками. Поскольку единственной партией, которая оставила свою собственную программу, у нас была у большевиков программа ликвидации отрезков, вернуть крестьянам то, что отрезали, и национализировать землю, и провести коллективизацию. Это старая программа. Но большевики отложили свою программу сейчас в ту сторону, пошли навстречу крестьянам, и заявили, что первое, что они сделают в случае установления советской власти, это передача всей земли крестьянству, бесплатное, безвозмездное пользование с распределением земли по едокам. Это что значит? Что каждая семья получит столько частей земли от всей пахотной земли, сколько есть в этой семье едоков. И сюда включаются и те, кто работает, и старики, и дети малые, и младенцы, вот распределить землю по едокам. Вот задача, которую требовали решить крестьяне, и которую прямо, вот целиком, этот крестьянский наказ, взялись и на вооружение большевики и сказали, что если мы придём к власти, мы это сделаем. И они это сделали. И поскольку они, вот это была крупная идея, это была идея, овладевшая умами крестьян. У Маркса есть такое положение. Идея, овладевающая массами, становится материальной силой. А как идея может стать материальной силой? А дело в том, что она уже не только идея, она превращается в действие тех людей, которыми эта идея овладела. Поэтому за эту идею, за идею за землю и волю, поднялось российское крестьянство. И вот эта борьба крестьян за землю и волю сплотилась с борьбой рабочего класса за лучшую жизнь, за освобождение от эксплуататоров. Вот эти две, можно сказать, идеи, которые владели массами и привели к социалистической революции в России. И секрет о земле закрепил это право на то, чтобы крестьяне разделили всю землю по едокам. И вся земля и была разделена по едокам, как и требовало крестьянство. Означало ли это, что вот большевики не понимали, к чему это приведет? Нет, не означало. Большевики понимали, что к чему приведет разделение земли по едокам? К более быстрому развитию капитализма в деревне. Почему? Потому что всякая дележка поровну, она приводит при своем осуществлении вот эта идея к тому, что одни постепенно соберут в своих руках эти доли, а другие будут, как говорится, обездоленными, то есть лишаться этой своей доли. И это мы очень хорошо видим и на примере нашей истории, которая происходила с нашим крестьянством. И второе издание этой же истории, это так называемая ваучеризация. Ваучеры всем же раздавали? Всем выдавали. Вернее, их надо купить было еще ваучеры. Они просто так раздали. 25 рублей за ваучер. То есть деньги уже получены за ваучер. Скажется, за что, собственно говоря? То есть есть общественное достояние, средства производства превращены в бумажки, бумажки эти раздаются. Что дальше стало происходить? А дальше стало происходить следующее. Значит, эти ваучеры свободно продавались и покупались. Поэтому появились люди, которые стали скупать ваучеры. Потому что вот у вас есть ваучер, 25, ну что ты с этим ваучером делаешь? Ничего вы не сделаете, поэтому раз вы его продали. Таким быстрым, шустрым людям, которые скупали эти ваучеры. Но этот процесс шел довольно медленно. Довольно медленно. Поэтому, вот я не знаю, знаете ли эту историю вы, может быть и не знаете. Значит, по полтора месяца, полтора года стали не выплачивать зарплату рабочим. Полтора года. Это что значит? Это значит, что то, что не выплачено, время от времени какие-то выплаты происходили, но это как бы вы получали вместо 12 получек каждый год или за полтора года 18 получек, а вы получили бы 6. Всего. Всего выплат за это дело. То есть третью часть. Это все равно, что ваша зарплата уменьшилась втрое. А все остальное, это завтраки. Потом, 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 потом. Когда потом, неизвестно. А дети голодные, сейчас их надо кормить. И вот приходят люди к заводу, прямо к проходным. Говорят, у вас ваучеры есть? Есть. Есть. Вам деньги нужны? Нужны. Вот вам живые деньги, давайте ваши эти пустые ваучеры. И ваучеры, вот эти шустрые люди, или как сейчас их говорят, что это успешные люди. Вот если у вас нет завода, у вас нет завода в собственности? Нет. Значит, вы неуспешные. Вот у кого нет, тот неуспешный. И вот эти успешные люди скупили эти ваучеры, а на ваучеры можно уже было приобрести завод. Это определенные суммы ваучеров, и все. То есть, вот эта голодовка, которую устроили, этот голод, который устроили для рабочих в 90-е годы, Ельцин с компанией, с Гайдаром, и с Немцовым, с которым Нянчис, его прославляют, его прославляют именно за это. Он устроил эту голодовку для рабочих, и обеспечил переход Гайдар, и Чубайс, и Немцов, это вот все та, и Явлинский, это все та компания. Болдарев, это компания, которая путем организации голода для рабочих, она привела к тому, чтобы собственность быстро концентрировалась в отдельных руках. И вот те люди, вокруг которых образовалась эта собственность, или в руках которых оказалась эта собственность, и называются теперь успешные люди. Они успели схватить чужое, народное кусок, большой кусок народного, а вы не успели. А раз вы не успели, значит, вы неудачник. А раз неудачник, как будто и вы виноваты. Короче говоря, произошло вот такое разделение. И это неизбежный процесс. И так же было и с землей. Земля. После того, как ее разделили. Ну, представьте себе такую ситуацию, что в одной семье больше девочек родилось. Так они потом повыходили замуж. Значит, рабочих в этой семье мало. Работников в этой семье мало здоровых мужиков. А с другой стороны, в другой семье родилось много мальчиков. Они подросли. Ну, всеми это были не один-два человека, а 10, 12, 13 человек. Представьте себе такое количество работников. Они в состоянии обработать большое количество земли. Они свою землю обрабатывали арендованную у тех, кто не может ее обработать. Они строили мельницы, они, значит, закупали скот, имели на место какоров, лошадей. При этом они занимались своим трудом. Если бы они были эксплуататорами, если бы они жили бы своим трудом, они бы назывались кулаками. Но были люди зажиточные, потому что так складывалось. И постепенно на селе произошло расслоение, и тот, кто сличает, сравнивает классовые деления деревни до революции, до вот этого разделения земли, тот увидит, что было примерно 6% кулаков, батараков, известное количество, и середники, основная масса. Именно такая структура сложилась в 1928 к 28-му году. И вот к 28-му году возникла актуальная и стала новая идея, что не спастись от этой беды, если не провести коллективизацию. Причем идея была не новая коллективизация. И об этом писали раньше и социалисты, и в других странах, что надо вести коллективное хозяйство, и что новый строить должен основываться не на том, что земля частная, а в городе средства производства общественные, что надо создать общественную собственность на все решающие средства производства. А тут история, как всякая история, повернулась таким образом, что она дала толчок продвижению этой идеи и сделали ее не просто необходимой, но насущной. Почему насущной? Я думаю, может быть, вы эту историю не знаете, что стало происходить в 1928 году. В 1928 году кулак настолько уже разбогател, то есть сельские капиталисты, класс сельских капиталистов настолько уже разбогател, что он вполне мог расплатиться с государством и купить себе все, что надо путем продажи только технических культур. Технические культуры это лен, допустим, конопля, из которой делали, как известно, сейчас думают, что из конопли делают только наркотики, а из конопли делают канаты. Вот те канаты, которые на кораблях, причем наркотики идет только один вид конопли, индийская конопля, а все остальные виды конопли подавляются ту коноплю, из которой делают наркотики и вот сейчас у нас нет антинаркотического комитета хотя непонятно по каким причинам его ликвидировали но вот тот и возглавлял последнее время иванов говорил что я конечно не это не мое дело мое дело лететь поймать рисовать на этих самых нарковых лесов нарко торговцев но вообще-то говорит мы вот подписали что мы отказываемся от производства конопли а зря потому что надо нельзя надо не производить и низкую коноплю а вот если вы будете сажать другую коноплю она подавляет рост индийской конопли из которой делают наркотики то есть по идее это надо сажать коноплю но петту которая и произрастала из которой делает канаты я кстати вот видел как расчет у моей прабабки в тамбовской области это конопля у нее было на участке из нее делали веревки и я делал такие веревки поскольку конопля в отличие от льна лед вот такой вышины а конопля вот такой вышины и там очень длинные волокна почему можно и делать канаты из таких лиц его просто нужно поломать эту эту коноплю и тогда образовываются такие длинные волокна скручиваешь и получается у вас веревка там если она чтобы перевязать сорвал эти два стебля и сделал веревку и перевязал тут же то есть как бы на месте можно было делать веревки из к эти завязки и так далее и это брать брать грядки и года двадцать восьмом году кулак все свои таскать нужды удовлетворил не сдавая хлеб значит бедняки сдали хлеб по той по тем ценам которые установила государство двадцать восьмом году а середняк видя что кулак не сдает поскольку кулак авторитет был деревне середняк тоже не стал давать хлеб и тогда вся промпл программа индустриализации и подготовка к возможной войне о которой все эти говорили и знали чем чему это дело идет все отбить было становилось все стало под вопросом и стал вопрос о том что делать и вот надо был этот кризис различий разрешить этот кризис разрешили только с помощью коллективизации потому что и кулак объявил по существу классовую борьбу советской власти объявил очень просто так сказать экономическим путем вот он не сдает крестьянство за ним идет не сдает и вот тогда товарищ сталин выехал из кремля и поехал в сибирь собирать хлеб вот пока говорит я поехал потому что его не издают приезжает и оттуда письма слал в центральный комитет и правительство вот что вот я приезжаю в сибирь хлеба очень много значит спрашиваю почему прокурор и судьи не применяют статью о спекуляции поскольку здесь кулак спекулирует он не хочет сдавать по государственным ценам хочет получить большие доходы за счет повышения цен почему вы не применяете к статью о спекуляции я горит обнаружил что судьи и прокуроры живут в домах у кулаков я их спрашивал а почему живете у кулаков судьи и прокуроры это вот представители пролетарской власти в сибири живут домах у кулаков а потому что горит там чище и лучше кормят короче говоря значит вот это поход товарища сталина в сибирь привел к тому что стали привлекать кулаков за спекуляцию кулаки стали хлеб сдавать ну и тогда и через дня хлеб сдавать но это был урок для всей власти что тянуть коллективизация и все время откладывали дескать как они говорили о том что нам перспективы должны коллективизировать сельское хозяйство ну и стали на уже в это время писал писать о том что не может долго просуществовать советская власть если будет социалистическая промышленность и буража сельское хозяйство на двух прямо противоположных основах советская власть удержаться не может долго поэтому вопрос о коллективизации стал не таким вопросом который представляет собой и важную коммунистическую идею а стал вопросом насущным потому что без него нельзя было ликвидировать голод нельзя было перевести сельское хозяйство на новую промышленную основу на новую агрокультуру сделать в деревне поэтому нельзя положить конец вот тому процессу который сейчас все вспоминают это голод то нет голода то голод и от того чтобы поменяли власть советскую вас советская власть от этого ничего не поменяется если у вас не поменялись экономические отношения если у вас по-прежнему идет есть кулаки бедняки и середняки у вас как был голод так и будет голос то есть только для этого нужно ликвидировать кулачество что такое ликвидация кулачество к классу чтобы ликвидировать буразию к классу нужно лишить ее чего нужно лишить ее с работников если работники рабочие не пойдут к ней наниматься она перестанет быть буржуазией вот если вы ко мне в найметесь вы я вы будете рабочий а я буду буржуа а если вы развернетесь и уйдете у меня не будет работников и я не буду буржуа поэтому вопрос о буржуа это не вопрос буржуа это вопрос об отношениях между рабочими сельскохозяйственными и сельскохозяйственными капиталистами ликвидация кулачество как класса состояла в том что им предоставили возможность самим забывать хлеб на земле и избавили их от них всех остальных членов, так сказать, сел и деревень. И таким образом с созданием колхозов появилась основа для создания нового, более высокого уровня земледелия и животноводства, что с известными противоречиями и с тяжелыми больными процессами, которые прекрасно описаны Шолоховым, вот происходило. Вот это идея. Значит, идея коллективизации как таковая, эта идея была давнишняя. А когда она превратилась в материальную силу, тогда, когда за ней стал и класс рабочий, и класс крестьян, ну, прежде всего, класс тех крестьян, которые в деревне оказались батраками, то есть рабочие, сельскохозяйственные. И середняк эту идею в целом поддержал, хотя упрощать эту вот коллективизацию, как она проходила, не следует. Я могу вам рассказать, мне рассказывал, как проходила коллективизация в Черниговской области, вот декан экономического факультета Николай Андреевич Моисеенко, он родом из оттуда и был командиром полка Катюш в войну и закончил войну в Кенигсберге, награжден орденом Александра Невского. Вот, говорит, у нас был председатель Совета. Собрал все собрания, всех членов, всех жителей села взрослых. Для решения вопроса, будем организовывать колхоз или не будем организовывать колхоз. Но вы, наверное, знаете, что рабочий класс выделил 25 тысяч человек. 25 тысяч человек для того, чтобы они пошли и организовывали создание колхозов. Это какие? Это очень квалифицированные рабочие из крупных промышленных предприятий, из городов. Но приехало из 2-3 человека всего на одно село. И вот такая сложная была задача. Так вот, председатель селесовета, говорит, участник гражданской войны, контуженный и раненый в гражданскую войну, собрал всех и говорит, кто еще и заикался за колхозы, тот за советскую власть. Кто против колхозов, тот против советской власти. Кто против советской власти? Подходите, записываясь в колхоз. Все записали. То есть, конечно, надо понимать, что такие вот события представляются в революции. Это революция в деревне. Революция в деревне всегда опирается и на какую-то силу. Революции без силы не бывает. И, как говорил Маркс, насилие является повивальной бабкой в истории. Ну, вот это было такое действие, которое, когда она устоялась, когда, а если бы, скажем, к этому времени промышленность не была готова бы производить необходимое количество тракторов, то от того, что вы соберете в одну кучу людей, которые ручным трудом все делают, никаких успехов в сельском хозяйстве не будет. Может, лучше тогда поодиночке хозяйствовать, а то, скажем, он будет хорошо работать, а я плохо. А это, дескать, не мое, чего я буду стараться и так далее. То есть из-за того, что это, дескать, не мое личное дело, может даже упасть в производительность труда. Поэтому, если бы это не было поддержано изданием необходимого количества сотни или 200 тысяч тракторов, которые были направлены в село, конечно, это бы ничем положительным не кончилось. Но вот поскольку это было сделано полномерно, к этому времени уже, к 28-му году, у нас началась уже первая пятилетка, и у нас пошли пятилетние планы. Промышленность стала регулярно выдавать продукцию, и поэтому удалось провести коллективизацию, вот чего не было, например, в Польше. В Польше так она и оставалась. Наполовину у них социалистическая, вроде бы, промышленность в Польше и частное сельское хозяйство. И так у них это было до реставрации капитализма. А в других странах, там, в Чехословакии, в ВДР, в Болгарии, Румынии тоже была проведена, в Албании была проведена коллективизация. Вот в этом смысле можно сказать, почему более легким является процесс коллективизации сельского хозяйства на Востоке, во Вьетнаме, в Корее, в Китае. Почему? Потому что там главная зерновая культура – рис. А рис, если вы знаете, как его возделывать, его высаживают рассаду в воду прямо, на рисовые ящеки, вручную. Причем сегодня я был в Корее в 1992 году и видел там такой порядок, что каждый руководитель партийный должен месяц в году побыть неосвобожденным партийным руководителем в каком-нибудь колхозе или совхозе. И вот если колхозники эти сажают в воду этот рис, вот это неважно, на каком уровне, скажем, секретаря ЦК Трудовой партии Кореи, за исключением первого лица одного, вот он должен сидеть вместе с ним и сажать этот самый рис. И даже во время феодального строя, почему иногда говорят об этом как об азиатском способе производства, времена феодального строя, там вынуждено было государство заниматься вот таким общественным делом, как организация ирригационных устройств, ирригационных сооружений. Потому что воду нельзя провести на отдельный участок именно, только вам персонально. Воду надо на всю страну провести и сделать каналы необходимые, подводы для того, чтобы везде рис орошался, и чтобы он мог быть везде возделан. Поэтому там коллективизм, конечно, больше. То есть само производство, производство риса, конечно, требует гораздо большего коллективизма, чем производство ржи или пшеницы, вы можете на своей полоске сажать рожь, пшеницу и овес, а никого это не волнует. И сахой возделывать с лошадкой, а можете и без лошадки. Чего посеете, то и вырастет. Можете покидать только навоз, у вас все равно овес вырастет из навоза. Так что продолжайте выкинуть. Вот такая штука. Поэтому вот такой этап материализации идей, он является очень важным. И еще раз я повторяю вот эту идею Маркса о том, что идея, когда она овладевает массами, становится материальной силой. Иногда говорят, ну, это только идея. Дело в том, что это только идея пока. Вот если она действительно овладеет массами, она становится материальной силой, и она вырастет в ту силу, которая может превышать другую силу. Поэтому значения идеологии колоссальны. Вот если, так сказать, идеология продвигает какие-то идеи, то эти идеи потом становятся материальной силой по мере того, как они овладеваются большим и большим количеством людей. Но мы с вами уже говорили о том, что идеологий две. А в головах у мелкой буржазии идеи и пролетарские, и буржуазные. Отсюда следует, что никогда не надо отбрасывать своего союзника. Ни буржуазии не надо душить эту самую. Если она хочет удерживать свою власть, буржуазия не должна душить мелкий бизнес. Она его, хоть она и приглашает все время, что да, она поддерживает мелкий бизнес, но она больше его поддерживает, как вот, когда топят человека, так сказать, его поддерживают и в воду, потом еще опять вытащат завод, и опять туда топят. Потому что мы наблюдали, как, скажем, у нас в Санкт-Петербурге, когда Валентина Ивановна Матвенко была бубернатором, как у нас порезали все ларьки, которые стояли в трамвайных остановках. В один прекрасный день. То есть сначала давали всем разрешение, пожалуйста, делайте ларьки, там все дешевле. Почему дешевле? Нет большой арендной платы. Вот возьмите вы помещение в зданиях, там очень большая арендная. А тут они хоть сами мерзнут, но они тут вам обеспечивают более дешевую и достаточно свежую продукцию. Например, и сейчас можно сказать, что вот овощи в ларьках, такие как помидоры, огурцы, гораздо лучше, чем в сетевых магазинах. Гораздо. Потому что овощи в ларьках привозят продукцию из Азербайджана, в том числе уже сейчас грунтовые помидоры из Азербайджана. А в сетях пластмассовые помидоры продают, которые у них нет ни вкуса, ни запаха. И которые лишены, так сказать, соответствующих качеств. То есть при том, что крупное производство потенциально, конечно, оно может дать и качество, и количество, но мы наблюдаем, что погоня за прибылью крупных капиталистов, она приводит к тому, что все стандартизируется и качество ухудшается, к сожалению. Так вот, у нас порезали все эти самые ларьки, а не так давно, двух лет не прошло, как в Москве целая компания прошла. Сначала выдали всем, если творцам мелкого бизнеса, разрешение на то, что они вот здесь могут установить свои ларьки, свои там кафе, свои магазинчики и прочее. А потом, несмотря на то, что у них были все эти документы и разрешительные бумаги, приехали с кранами, бульдозерами и снесли эти все ларьки и выгнали этих самых мелких собственников. Говорят, мы поддерживаем мелкий бизнес. Поэтому сейчас вот его поддерживают тем, что его освободили от налогов и разрешили три года не проверять. И к чему это ведет? А к чему это ведет, мы видели к убийству людей. Мелкий бизнес, не ради бизнеса делают это. Если мы ведем экономику государственную, то надо думать о том, как должны будут жить люди в этом государстве. Что является собой ядро идеологии? Идеология может быть научной, а может быть ненаучной. Потому что идея о том, что вот у меня есть идея, вот, например, реклама магазинов Икеа какая. Есть Икеа, есть идея. А в чем идея? А в том, чтобы продать вам, втюхать и получить деньги. Никаких там других идей особенно и нет. Потому что тут никакой нет идеи в том, чтобы продать. Это очень старая идея. Вам раскидывают, кладут в почтовые ящики, не жалеют бумаги, то есть не жалеют наших лесов, для того, чтобы пошли в Икею, купили и тем самым обогатили тех, кто является хозяином Икеи. Кто хозяин? Где хозяева Икеи? Где живут? В Швеции. В Швеции. В Швеции. Да, надо помочь. Там шведам тяжело. Говорят, вот шведы хорошо живут. Правильно делают. Они хорошо живут. За счет кого? За счет наших граждан, которые, так сказать, вот клюют на это дело и идут. Но я не хочу сказать, что в Икеи хуже, чем в некоторых наших сетевых магазинах. Там еще и лучше. Потому что возьмите вы, вот магазин «Магнит», кому принадлежат? Где хозяева живут? Где дорогие средства? Краснодар. Краснодар, да. Краснодар, да. В имених, в имених. Краснодар. Самая крупная сеть, какая есть у нас из сетевых магазинов, это вот магазины «Магнит». Что они притягивают? Деньги притягивают ваши. Поэтому и называется «Магнит». Правильно называется. Очень хорошо называется. Хорошие магазины. Раньше их вот... Я, поскольку был в Ставропольском крае, в Невиномысске, я там впервые встретился с магазином «Магнит». Я думал, что здесь продают какой-нибудь хостовар под названием «Магнит». А потом, когда они вот уже здесь... У нас сейчас на Светлановской площади на одной площади два магазина «Магнит» состоят. На въезде на площадь и на углу два. И они еще друг с другом конкурируют. То есть поэтому в том же самом разливе там есть магазин «Пятерочка» и в тот же раз появился «Магнит» и так далее. Быстро-быстро развивается эта сеть. Но это большая организация делала, конечно. Но сейчас положение этих магазинов не очень хорошее. По той простой причине их наделали-то много и ставят, и ставят. Но это разорвана система, поскольку одно дело появление магазинов, а другое дело доходы-то как? Раз растут или падают? А доходы падают. А раз доходы падают, то выручка у этих всех магазинов совокупная падает. А раз эта совокупная выручка падает, то, следовательно, идет просто перераспределение этой выручки. Вот они друг с другом конкурируют. То есть если я поставил около вашего магазина свой магазин, теперь часть покупателей пойдет ко мне. А у вас меньше будет покупателей. А ко мне тоже пойдет мало, потому что вот был один магазин на это все, на эту площадь, а теперь, так сказать, два уже, а потом три. Поэтому мы видим, что они сначала есть, 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 потом стоял хороший магазин, ну раз, вдруг смотришь, ничего там уже нет, пусто, уже ремонт, уже новые пришли. Опять делают, начинается новый ремонт, и новый. Кто потянет, например, кто возьмет вверх в конкурентной борьбе. Что является ядром идеологии? Если идеология – это система идей, то, значит, если речь пошла о системе, то ядром идеологии является наука. Но поскольку идеологии две, то и науки, которые придают идеологии систем, такой систематический, систематизированный характер, тоже две. Есть наука буржавная, и есть наука пролетарская. То есть есть такие. Есть наука, которая развивает последовательно эти идеи, а есть наука, которая развивает противоположные идеи. Поэтому в современном обществе такого, чтобы наука была, так сказать, бесклассовой, в которой бы, так сказать, никак не проявляли в себя интересы классов, к сожалению, этого нет. И поэтому иногда острые споры по каким-то вопросам, кажется, что они оторваны от жизненных проблем, но на самом деле они с ними связаны. Даже вопрос о том, как понимать вообще мир, мир понимать с идеалистических позиций или с материалистических позиций. Ну и можно сказать, чем отличаются там, скажем, две идеологии, пролетарская и буржуазная в современном мире. Пролетарская идеология есть идеология восходящего класса, а этот класс заинтересован в раскрытии истины. И в том, чтобы эта истина не была замаскирована, и в том, чтобы эта истина была ясна, четко изложена, понятно изложена. В чем заинтересован класс буржуазии? В том, чтобы тоже что-то ему изучать, то, что ему выгодно, но при этом, значит, обречив такую форму, чтобы не все люди до этих истин добрались, или если добрались, то проводились бы такие идеи, усвоение которых будет улучшать не положение трудящихся, а положение господствующего класса. А раз так, раз такую цель преследует буржуазия и ее идеология, и кормит всех, кто это обеспечивает, ну, соответственно, и построение, непонятный язык, значит, непонятный выбор терминов и так далее, вот, или фантастические, заумные построения, и так далее, то есть все, что мы тут наблюдаем, это вполне характерно для буржуазной идеологии, для науки буржуазной, и к этому надо относиться, ну, с пониманием, ну, если буржуазия находится в положении уходящего класса, она же не может сказать, не может прямо выразить, что я действую, чтобы грабить остальных трудящих, чтобы их эксплуатировать, она должна доказывать, что, так сказать, вот, если она их эксплуатирует, то это для них же, для их же пользы, и что это вообще не эксплуатация, а просто вы неуспешные, а я успешный, или вы плохо учились, а я учился хорошо, для этого делаются платные вузы, чтобы люди, у которых нет денег, не попали в эти вузы, а у кого есть деньги, попали в эти вузы, и для этого двухуровневая система образования сделана, потому что вот у кого нет средств для того, чтобы своих детей содержать в течение шести лет, а только четыре года могут их содержать и кормить уже великовозрастных, идите в бакалавры, а кто может содержать шесть лет, можете идти в магистры, а кто, у кого это родители не могут, ну, ходите в магистры и сами работайте в магистратуре, я могу вам засвидетельствовать, как человек, преподающий в бакалавриате и в магистратуре, что если я здесь, мы видим группы, там, 15-20 человек, то, когда доходит дело до магистратуры, вот я веду там занятия, сидит два-три человека, то есть, можно назвать только один вуз в нашей стране сейчас, это Московский государственный университет, где 100% бакалавриата идет в магистратуру, а здесь многие кафедры вообще не имеют магистратуры, вот мы скажем, на кафедре социальной философии и философии истории с моим коллегой, с профессором и заслуженным деятелем науки Мараховым предприняли попытку сделать, открыть магистратуру по социальной философии, мы сделали план, там, план педагогический, все, на 5 лет все необходимые записки, документы и так далее, все представили, ничем это не кончилось, то есть, мало кому, даже там, где необходимо иметь магистратуру, удается, это продвинуться, соответственно, нет магистратуры, нет слушателей, студентов и, соответственно, сокращаются сами кафедры, увольняются преподаватели и так далее, то есть, это вот такой процесс довольно сложный в науке и он неизбежный в том обществе, в котором расколото на противоположные классы, у нас же ведь общество равен формального, все формально равны, а значит, как в обществе формального равенства обеспечить фактическое господство, господство обеспечивается за счет того, что формальное равенство дополняется неравенством имущественным, а неимущество и неравенство позволяет позволяет господствовать во всех решающих сферах общества, во всех решающих сферах общества, но при этом, соответственно, во всех сферах науки идет идеологическая борьба, И поэтому относиться к научным произведениям не надо так, что здесь просто какой-то ученый что-то написал. За этими строками стоят интересы известных классов. Вот надо и смотреть, интересы каких классов выражает произведение, и это произведение этого ученого. Но, как вы понимаете, в силу того, что издание книг, издание произведений, создание фильмов, создание каких-то проектов научных – это требует средств, то, естественно, в большем количестве выпускаются произведения, выражающие интересы господствующего класса. Я думаю, это не должно никого удивлять. Но мы должны понимать, что это является достижением нашей эпохи, что буржуазная революция создала буржуазное демократическое государство, и наличие буржуазной демократии дает возможность существовать в рамках буржуазного государства и представителям другой идеологии. И это тоже момент, который мы должны зафиксировать. А что касается вот таких рассуждений, что есть некая идеологизация идёт, то это, конечно, является лишь приёмом в идеологической борьбе. Люди, которые хотят победить, хотят сделать вид, что никакой борьбы нет, чтобы тот человек, с кем вы боретесь, размагнитился, и чтобы можно было его легко побороть. Поэтому проповедь идеологизации – это один из приёмов в идеологической борьбе, как в форме классовой борьбы. На этом мы сегодня и закончим. Как мне объяснила наша диспетчер Валерия Робертовна, у нас с вами будут ещё занятия на следующей неделе, 25-го, и потом 16-го мая. 16-го мая последний день, потому что там 2-е и 9-е, они у нас исчезают. То есть у нас осталось два занятия по 4 часа. И на этом курс будет завершён. А экзамены будут в июне, поскольку выбирается для экзамена в самое тёплое время года. Вопросы есть ко мне? Нет. Спасибо за внимание. До встречи. Значит, могу сказать тем, кто этим интересуется, значит, в это воскресенье, 22-го апреля, в Разливе состоится международная научно-практическая конференция «Ленин в современном мире», 12-я. Я председатель оргкомитета, поэтому я вас приглашаю, если есть желание, что приехать на неё можно так. Надо приехать на Чёрную речку не позже, чем 9.45 утра, к метро Чёрная речка наверху. Для тех, кто поедет в Разлив, будут поданы автобусы. Мы договорились с крупными нашими капиталистами, с третьим парком, о том, что они нас привезут, отвезут и накормят, сделают фуршет в ресторане «Шалаш» в Разливе. Вот такая программа очень интересная. Всех накормят? А? Всех накормят? Да. Всех. Всех. В Урразии надо сотрудничать, что будет хорошо. Да, да, да. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok